Девушки отдыхают Силе, с которой Хихач Мишима бьет оппонента своими нижними и, наверное, лучшими медалями в всей игре, позавидуют многие. Являясь Мишимой, Хихача использует лейфдэш, эфгэф и многое другое, что присуще этой семейке. Лучше всего у Хихача получается прессить оппонента отличными поками и не только, разбавляя данную стратегию низкопциями и мощнейшими панишами за прочитанные ошибки оппонента. С них я предлагаю начать. Кстати, если вам интересно, как играть против Хихачи, то рекомендую перейти на канал Fifty Shades of Tekken, где вы можете заценить весьма качественный контент по вашему любимому файтингу. Подпишись, а не то... Ну а мы идем дальше. Десятикадровые паниши такие же, как у родственников, но Хихачи единственный Мишима, чьи 1-1-2 дает вулсплат. Старайтесь его хитконфирмить, так как на блоке наказывается на фулкомбо. F1-2. Удар головой. Самый дамаговый двенадцатикадровый паниш в игре, благодаря гарантиям, которые обеспечивают значительную прибавку урона. Имеет существенный недостаток в виде малого рейнджа, поэтому в качестве альтернативы вы можете использовать 1-2, мид удар с нокдауном. Деф 1-2. Отличный тринадцатикадровый паниш. Нокдауник его сплатит. На блоке минус 13 и вводит оппонента в крауч. EFGF, он же Крауч Дэш 2. В идеальном исполнении 14-кадровый Джаст Прим Хай Лаунчер с плюсом на блоке. Ознакомиться с этим мувом поподробнее вы можете в этом видео. Вдобавок к 14-кадровым мувам Хихачи имеет B3-3, лимит-мид серия с нокдауном. 15-кадровый ТЦФ 2 хорошо справляется с ансейвами, имеющие сильный пушбэк. Рассмотрим VS паниши. VS 4-4, стандартный 11-кадровый паниш, имеющийся у всех Мишим. Не дает никакого преимущества. VS 1, с недавних пор 13-кадровый паниш, дающий гарантии. VS 3-1 плюс 2, медленный 18-кадровый VS лаунчер. Вспоминая о лучшем муве Хихачи, в голову сразу приходят его потрясающие мид-удары из серии. 1B2, натуральная на контр-хите серия, начинающаяся с джеба. Абсолютно безопасно на блоке. Джеб серии не только можно отменять в 1 плюс 2. Если голая 1 плюс 2 на блоке минус 10, то вариант после отмены сейв. 1B1, 13-кадровый мид Поко. Продолжается в двойку и Ха-1, у которой всего минус 2 на блоке. 1B4, мид с плюсом на блоке. Нокдаунит на контр-хите. Интересно то, что при попадании по присевшему оппоненту дает плюс 13, что гарантирует DF 1-2. 1B3, отличная сейфовая мид-колена. На блоке минус 2. Нокдаунит и лаунчет на контр-хите. 1B4, мид-хоминг с нокдауном. Тоже контр-хит-стартер. На блоке сейф, но минус 9, после которых не стоит лезть. 1B3, 2. Сейфовая мид-хай серия. 1B3, великолепная, натуральная, абсолютно безопасная на блоке хай-мид серия. Дает нокдаун его сплат. Второй удар можно доделывать с большой задержкой. Лаунчи при неудачном мешательстве оппонента. 1B2, сейфовый мид-волл-баунсмид. 1B1, мид-пока с отличным рейнджом и низким хитбоксом. На блоке сейф, минус 9. 2B2, сейфовый контр-хит-стартер. 1B1, 2-х ударный мид. Имеет неплохие свойства уклоняться от ударов оппонента. На блоке ансейф, минус 13. 1B1, 2. Пауэр-краш-мув со специфичным нокдауном. Позволяет добавить разного рода продолжений, в зависимости от ситуации. Кстати, удар имеет хитбокс даже со спины. На блоке минус 14. 1B4, мид-лаунчер с плюсом на блоке. Крашит нижние удары оппонента. 1B2, мид-лаунчер с хорошей дистанцией. На блоке минус 16, но имеет сильный пушбек. Не каждый персонаж способен наказать его. 1B3, сейфовый мид-лаунчер. Может использоваться после отмены крауч-дэша, как микс-ап. 1B2, медленный сейф-мид. Лаунчит оппонента на контр-хитете. 1B2, двухударный мид-лаунчер на блоке минус 14. F-нетраль деф-1, он же OTGF. Just Frame Mid-Launcher. Подробнее ознакомиться с этим движением можете в этом видео. 2B2, пожалуй, самое необычное движение хихачи. Удар наносится не по оппоненту, а по земле. Причем работает на абсолютно любой дистанции. Лучше всего его использовать после телспин-атаки. Однако это работает только при бездействии оппонента. При удачном попадании его можно поднять на джагл. Если же он стоит на ногах, вы получаете хорошее преимущество. Если к вам стоять спинной вперед, ваши шансы залаунчить оппонент увеличиваются. Нижние удары хихачи достаточно рискованные из-за наказуемости, но при том весьма неплохие. 2B2, нижняя рука с неплохим уроном и преимуществом. На блоке панишется на фулк комбо. По крауч дэв 4, нижняя подсечка с нокдауном и гарантией. На блоке тоже имеют большой минус. Еще несколько нижних доступны после крауч дэша. Крауч дэш 4, слегка нетипичный многоударный хеллсвип. Первый нижний лаунч паниш был на блоке, на хите плюс 8. На контр хите дает джагл. Есть возможность продолжить его в лаунчащей лоу, который всего минус 10 на блоке. Либо в небольшую мид серию для миксапа. О других опциях из крауч дэша. Крауч дэш 1, мид, на блоке минус 15. Крауч дэш 3, мид с плюсом на блоке, большим риджом и долгим стартапом. При зажатии вниз вперед получите лоу версию с гарантией. На блоке имеет большой минус. Игра за хихача становится еще интереснее, если использовать его райджен стенс. Стойка уникальна тем, что переход в нее работает как панч перри, после которого гарантированно заходит. Единица. Безопасный на блоке хай лаунча. 2-1, мид, мид серия. Очень эффективная у стены, но на блоке наказывается на фул комбо. Также вам доступен 1-2, медленный, неблокируемый лаунчер, бьет хайон. Об использовании рейдж механики. При активации ярости, хихача может продолжить свои B2 и 1-B2 в многофункциональный рейдж драйв. На блоке солидный плюс. На хите лаунчер оппонента позволяет нанести огромный урон. Его также можно использовать в конце комбо для экстра дэмэджа. Обязательно стоит отметить, что последний удар бьет хайон. Хоть и ныть желит на блоке, то есть присесть под ним вы не сможете. Но если оппонент промахнется первым ударом, обязательно нужно садиться в последний момент. Рейдж драйв также возможен начать с джеб серии 1-B2, которая полностью сработает только на контр-хите. То есть при малом количестве здоровья у хихача появляется 10-кадровый контр-хит стартер. Да и обеспечить себе столь большое преимущество на блоке из джеба, наверное, не способен ни один боец в тэкне. Хихача может противостоять оппоненту не только смертонастными ударами, но и своим набором бросков. Даже регулярный 2-4 выделяется свойством проламывать полы, поднимая оппонента на фулкомбо. Куцев 1-3 бросок с необычной анимацией, ввущийся на единицу. Далеко откидывает оппонента. При попадании им в стену урона становится больше. Дэйв 2-3 рвется на двойку, не иногда у них оппонента. Наносит немного меньше урона, чем регулярный бросок. FF 1-2 классический мишимовский командник, рвущийся на 1-2. Волл сплатит и нокдаунит. Техроллится для избежания кизами атак. Из преимуществ хихача, конечно же, стоит отметить набор великолепных функциональных мидов. Они обеспечат вам хороший контроль дистанции и сильную контр-хит игру. У хихача хорошие 50 на 50. Хоть вы рискуете быть доказанными в случае правильных контр-действия оппонента, с его миксапа вы получаете хороший урон. Что тоже является достоинством хихачи. Его паниши, миксапы и контр-хиты всегда обеспечивают стабильно высокий урон. А с рейдж-драйвом у хихачи появляется еще и прекрасный камбэк потенциал. Из недостатков прежде всего на ум приходит ему нижнее. Используя их, вы всегда подвергаетесь огромному риску. Что мешает стать хихачи универсальным персонажем. Его паниши и скраучи далеко не самые лучшие в игре. ВС лаунчер хихачи получил аж в третьем сезоне. Но стартап 18 кадров считается далеко не самым быстрым. Рассмотрим его комбо. Рассмотрим его комбо. Рассмотрим его комбо. Рассмотрим его комбо. На этом гайд можно считать законченным. Подписывайтесь на канал, если ожидаете больше контента, и не пропускайте трансляции на Твиче. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok